1 сентября в российском законодательстве произошли изменения, касающиеся сферы использования средств индивидуальной защиты. Если раньше в каждой отрасли для профессии был закреплен определенный список нормативных требований, то теперь на каждом предприятии смогут сами определять, что выдавать сотрудникам. Например, если рабочему по виду деятельности нужно определенное средство, а в нормах оно не закреплено, то ему смогут его выдать за счет работодателя. И наоборот, если в чем-то нет производственной необходимости, то это выдавать не будут. Эти нормы не учитывали специфику производства. В настоящий момент, с учетом риска ориентированного подхода, теперь работодатели могут немного корректировать, с учетом условий труда, каких трудятся их работники, эти самые выдаваемые средства индивидуальной защиты. Об этих нововведениях представителям самарских предприятий рассказали на форуме выставки «Промышленный салон». Лекцию провели специалисты городского департамента по управлению персоналом и областной инспекции труда. Работодателям разъяснили, что они сами смогут закреплять необходимый перечень во внутренних документах. Если им необходима помощь или консультация, то они имеют право обратиться выше указанной инстанции. Это не несет никакой нагрузки на работодателя, то есть он пишет нам письмо, просим привезти профилактическое мероприятие и указывает вопросы как раз-таки по обеспечению средствами индивидуальной защиты. Мы приходим, проводим своего рода консультацию выездную, можно сказать, аудит. Работодатель – это в плюс. При этом у предприятий еще есть время внимательно все изучить и подготовиться. До конца 2024 года будет действовать переходный период. И работодатели вправе выбирать на это время – следовать закрепленным нормам или уже подготовить свои внутренние нормативные акты. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.